25 января в Малом Зале Администрации Городецкого района состоялась традиционная ежегодная пресс-конференция главы администрации Городецкого района, приуроченная ко Дню Российской Печати. Именно поэтому зал был наполнен представителями районных газет, телевидения и радио. Среди приглашенных также работники аппарата районной администрации, Думы и администрации города Завожи. И это не случайно, поскольку именно работа власти отражается на страницах местных газет и в эфире теле- и радиокомпаний. Перед присутствующими выступила главная специалист по работе со СМИ администрации Городецкого района Оксана Белова. Она сделала краткий обзор о деятельности СМИ района, их успехах и достижениях. А их немало, причем как на областном, так и на всероссийском уровне. В информационном пространстве Городецкого района представлены все виды СМИ. Периодические печатные издания, телевидение и радио. Каждая из них на своей информационной площадке является достоверным источником информации. Профессиональным средством информирования населения и отвечает лучшим традициям журналистики. В начале года мы всегда подводим черту совершенным в прошлом году делам. 2016 год не стал исключением для творческих коллективов районных СМИ, поэтому был очень продуктивным и творчески насыщенным годом. Минувший год прошел под знаком российского кинематографа. И это стало прекрасной возможностью для наших журналистов познакомить читателей, слушателей и зрителей с интересными тематическими материалами. Так, в прошлом году редакции газеты Городецкий Вестник и Городецкая телерадиокомпания на всероссийском фестивале прессы «Моя провинция» в городе Костроме заняли призовые места в номинациях «Кино моей провинции» и «Делимся опытом». На протяжении всего 2016 года коллективы районных СМИ работали над тем, чтобы жители района получали всегда актуальную, полезную, интересную информацию. Спасибо за профессионализм, чуткое отношение к проблемам населения, конструктивное сотрудничество с органами местного самоуправления района и стремление оказать содействие в решении вопросов городских и сельских поселений. Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации района, типографии и почты. Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником от себя лично, от главы местного самоуправления района Полякова Николая Федоровича. И хотелось бы сказать, что от нашей с вами работы очень много зависит в части информированности, в части подготовки и общественного мнения, и донесения тех планов и подходов, которые органы местного самоуправления и администрации планируют выполнять, и какие видения мы видим в реализации наших полномочий, в реализации муниципальных программ. Здесь хотелось бы сказать, что наша работа должна строиться на принципах уважения, на принципах открытости и на принципах, которые позволяют нашим гражданам, гражданам городецкого муниципального района иметь всю информацию и весь тот блок вопросов, которые мы вместе с вами ведем. Конечно, много воды утекло с того первого выпуска газеты «Вестник», который в период, скажем так, Петровского управления вышел именно в этот день, и в честь этого события и приурочено, значит, ваш профессиональный праздник. Но хочу сказать, что те идеи информирования, те идеи донесения правильной информации и достоверной информации не устарели и до нашего времени. Вам и вашим коллективам желаю дальнейшей работы, желаю плодотворного сотрудничества с органами местного самоуправления, с организациями нашего района и области. В вашем лице хотелось бы пожелать здоровья вашим коллективам и вам. Для меня это сейчас очень актуально. Далее в торжественной атмосфере состоялось награждение коллективов СМИ и журналистов. Среди награжденных благодарностями главы администрации Городецкого района сотрудники газеты «Новости» Заволжья, Городецкой телерадиокомпании и других средств массовой информации. За значительный вклад в развитие районной журналистики, высокопрофессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником Днем российской печати благодарностью главы администрации Городецкого района награждается коллектив газеты «Городецкий Вестник», главный редактор Хромошкина Ирина Витальевна. Спасибо. Поздравляю вас, ваш коллектив, с вашим профессиональным праздником и пожелать дальнейшего такого же плодотворного, такой же работы плодотворной, развития вам и вашим сотрудникам. Спасибо большое, будем стараться. Многофейн, добросовестный труд, большой личный вклад в развитие районных средств массовой информации на территории Городецкого района. Благодарностью главы администрации Городецкого района нагрождаются ответственный секретарь газеты «Новости» Заволжья, Ресенец Анатолий Владимирович. Поздравляю вас, ваш коллектив, с профессиональным праздником. Надеюсь, что ваша газета будет развиваться, будет набирать обороты и всего самого лучшего. Завершение мероприятия состоялось в пресс-конференции главы администрации Городецкого района Владимира Беспалова. Ему были заданы многочисленные вопросы, касающиеся актуальных проблем в сфере коммунального хозяйства, развития городца и Заволжья, а также сельских поселений. Как вы охарактеризуете состояние городского коммунального хозяйства города Заволжья? Нынешняя зима высветила ряд очень значительных, на наш взгляд, проблем, связанных прежде всего с отоплением жилого фонда. Какие, по вашему мнению, причины отражаются на них? Нередворительность состояния городских сетей теплоснабжения, нерегулированные отношения между МТВК, городом Заволжье и паузой МЗФ в части долга, запоставляемые от последнего тепла. Другие проблемы. Что можно сказать? Ну, наверное, состояние системы теплоснабжения, системы коммунального хозяйства города Заволжья, оно в какой-то степени типичное для, скажем, городов, которые... Система теплоснабжения, которая строилась в период, наверное, так, 30-40-летнего давности. И мы видим, что сейчас система теплоснабжения сети имеет износ порядка 68-70%, и здесь те вопросы, которые, в том числе и сегодня, мы занимаемся устранением определенных неполадков в системе теплоснабжения, говорят о том, что этим вопросом нужно заниматься, и заниматься надо, не откладывая в долгий ящик, и в 2017 году мы должны в этом направлении значительно продвинуться. Ну, учитывая то, что система теплоснабжения города очень тесным образом связана с градообразующим предприятием, я имею в виду Заволжский моторный завод, да, была такая система, был такой принцип, что вокруг градообразующего предприятия строятся микрорайоны с вводом новых производственных мощностей, вводятся, как правило, жилые объекты, микрорайоны или же какие-то кварталы, и, соответствующим образом, система строилась как единая, это система заводская и система градообразующего, и система города. На тот момент это было оправдано, и считалось, что выработка теплоснабжения на крупном источнике достаточно экономично, достаточно эффективно и надёжно, то в настоящее время система показывает при большом износе оборудования нестабильную работу, и в настоящее время уже идея теплоснабжения, она изменилась, то есть она изменилась в сторону приближения источника теплоснабжения непосредственно к потребителю, а это значит, что необходимо строить локальные источники теплоснабжения ближе к источнику потребления. Стало быть, мне встаёт вопрос о децентрализации системы отопления, и по многим городам и Нижегородской области, и Российской Федерации идёт именно такой процесс. Это и перевод на систему индивидуального отопления, и строительство блочных котельных, которые очень эффективны, очень удобны в эксплуатации, и здесь, в этом направлении, в городе Заволжье, в моём понимании, нужно идти. Заволжский моторный завод, точно так же, как и многие другие предприятия, озабочены сокращением издержек, снижением затрат на непрофильный бизнес, так называемый, и я думаю, что та идея, которая была заложена несколько лет назад об строительстве индивидуальных котельных и уход от теплоснабжения от большой котельной, так называемой номер один Заволжского моторного завода, должна найти своё отражение в наших планах. Как решать этот вопрос, это отдельная тема. В моём понимании, у нас сейчас функционирует муниципально-унитарное предприятие МУПТВК, и совместно с администрацией, с главой администрации, со специалистами, необходимо окончательно определиться, в какую сторону мы пойдём. Либо это инвестиционная программа муниципально-унитарного предприятия, с дальнейшим развитием системы теплоснабжения, либо это привлечение частных средств в коммунальное хозяйство по ряду тех инструментов, которые в настоящее время даёт и федеральное правительство, и региональное правительство. Я имею в виду, это и консессионные предложения ряда инвесторов, я имею в виду также и какие-то кредитные займы для строительства этих отель. Однозначно я понимаю одно, что тот срок, три года, который у нас в апреле текущего года истекает после извещения заводским моторным заводом об изменении схемы теплоснабжения города, мы должны в тесном контакте с руководством предприятия ещё раз обсудить и принять решение об сроке переноса данного, скажем так, события на более поздний срок. В моём видении это не менее двух лет должно быть. В настоящее время в администрации города Заволжи создана рабочая группа, которая на регулярной основе сейчас проводит совещания, которые и определяют дальнейшие пути движения в этом направлении. Примерно так. Что касается взаимодействия между управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями, то здесь я считаю одним из ключевых моментов взаимодействия, несколько. Первое, это должна быть системная налаженная работа по взиманию задолженности, соответственно, с контрагентов за полученные коммунальные услуги и коммунальные ресурсы. Соответственно, если мы имеем неплатежи со стороны жителей, неважно, это город Заволжи, Городец или какие-то другие населённые пункты, должна быть чёткая работа, которая бы данную задолженность взимала, будь то в судебном порядке, либо в досудебном порядке. Но это должна быть абсолютно серьёзная работа, ради которой, в общем-то, для исполнения которой должны быть сосредоточены лучшие, ну, скажем так, квалифицированные сотрудники предприятий. Именно от этого в настоящее время зависит нормальное функционирование предприятия, будь то коммунальное или какое-либо другое. Но, соответственно, управляющие компании, в свою очередь, должны точно так же проводить работу по взиманию задолженности с жителей, которые по каким-то причинам задерживают оплату, либо не оплачивают совсем за коммунальные услуги. И здесь важность этой работы переоценить невозможно. Какие задачи ставите Вы перед управляющими компаниями города Заволжья на текущий год? Надо говорить не только об городе Заволжье, нужно говорить в целом об районе и городе Городце. Основные задачи, которые сейчас стоят у нас к руководителям управляющих организаций и на всех совещаниях, которые мы проводим непосредственно с ними, это два основных момента. Первое. Урегулирование взаимоотношений между собственниками помещений в многоквартирном доме и через актуальные договора управления, которые в настоящее время должны соответствовать всем законодательству Российской Федерации и региональному законодательству в части управления в многоквартирных домах. В настоящее время работа по выставлению требований об актуализации этих договоров со стороны Государственной жилищной инспекции проведена. Предоставлен срок, до которого управляющие организации должны совместно с собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме привести данные договора в актуальный вид. И 30 мая текущего года этот срок заканчивается. В совещании, которое мы проводили с Государственной жилищной инспекцией, дает нам основания считать, что к этому сроку основные управляющие организации актуализируют договора управления. Мы за этим вопросом будем следить и контролировать. Что касается следующей задачи к управляющим организациям, то, наверное, я повторюсь. Это соблюдение платежной дисциплины со стороны их в сторону ресурсоснабжающих организаций. Если мы будем говорить об наших муниципально-мунитарных предприятиях, это тепловые сети и МУК ТВК в городе Заволжье, то от этих платежей как раз зависит та стабильная работа этих муниципальных предприятий, которые покупают природный газ и электроэнергию у наших энергетиков, которые очень жестко следят и за сроками оплаты, и выставляют так называемые неустойки за пользование, за неуплату за природный газ, в частности. И почему это должно происходить? Это не должно быть в целом, в корне. Поэтому управляющие организации должны решить два главных вопроса. Это платежи и узаканивание взаимоотношений с собственниками и нанимателями по управлению на квартирными домах. А что касается... На самом деле там очень много вопросов. Это и вопросы, связанные с качеством предоставления коммунальных услуг, это и система теплоснабжения, и система водоснабжения. Скоро начнется весна, скоро возникнут и встанут вопросы, связанные с отводом ливневых и талых вод. Это будет целая история, с которой мы регулярно сталкиваемся. Это и качество проводимого текущего ремонта. Здесь очень много вопросов, которые надо в системном порядке отслеживать и регулярно требовать. К большому, скажем так, может быть, сожалению, может быть, еще как сказать, от этого процесса органы местного самоуправления и администрации несколько отдалена законодательством, переложив весь функционал на государственную жилищную инспекцию. Да, мы можем в рамках муниципального контроля также контролировать, также спрашивать, но основную работу в этом направлении ведет государственная жилищная инспекция, на плечи которой в настоящее время так много лежит обязанностей и контролей, что очень сложно все сделать вовремя и в нужном качестве. Разговор с населением о прямым телефонным линиях становится для вас регулярным. Будут ли они продолжены впредь? По каким направлениям? Каким образом даются ответы тем, кто обратился к вам с вопросами по телефону горячей линии? С сентября месяца мы начали проводить такой диалог с жителями нашего района. И вот в настоящее время, в 2016 году, нам на прямую линию, так сказать, позвонили 33 жителя, задали 39 вопросов. Основной вопрос, конечно, это ремонт и благоустройство многоквартирных домов, это проблемы теплоснабжения, проблемы оплаты за жилищно-коммунальные услуги. И я вижу эффективность и нужность этого процесса в той части, что мы помимо писем, помимо эмоциональных, скажем так, выступлений на каких-то наших мероприятиях, мы имеем еще и возможность, и жители имеют такую возможность задать непосредственно главе администрации и нашим специалистам вопрос, касающийся и беспокоящий их. В этом году также была проведена 23 января прямая линия, на которую обратились 5 жителей, было 5 звонков. И хотелось бы сказать и отметить, что сокращение количества звонков за одну прямую линию, это не говорит о том, что потерян интерес, а то, что в настоящее время вот такой остроты вопроса, связанную с теплоснабжением, либо с уборкой, скажем так, снега, вот конкретно 23 числа не было. Конечно, если бы за день или за два выпал бы снег, то мы бы получили не 5, а может быть там 55 звонков, но это тот, в общем-то, наверное, индикатор, каким образом мы оказываем силами наших предприятий услуги в части теплоснабжения, в части уборки наших улиц, придомовых территорий. И я вижу и в дальнейшем регулярное проведение таких прямых линий и возможность жителям задать вопрос непосредственно руководителям администрации. Поэтому я думаю, что тот план, который мы для себя ставим, как-то больше в этот процесс вовлечь наш еще сайт, позволит нашим жителям еще иметь один канал обращения к руководителям администрации, ну и к нашим специалистам. Недавно мы сделали, буквально неделю, с небольшим назад, мы сделали репортаж, к нам обратились жители с дома по улице Груни, дом 4, которые пожаловались на то, что холодно. Там все время холодно. Мы сделали запрос в тепловодоканал, в муниципальном предприятии, и сделали запрос в жилосервис-оденки. Вот господин Калини нам ответил, что холодно в новогодние каникулы было в этом доме, потому что на заводской котельной была авария. И эта авария привела к тому, что температура была снижена вообще везде, во всем экране везде было холодно, и что директор ГУП ТВК Валерий Иванович Фомин признал это и просил всех потерпеть до устранения аварии на объекте ОАО ЗМС. В связи с этим у меня вопрос, Владимир Ильич. Вот вы сказали, что напомнили сегодня всем присутствующим, что в апреле истекает срок договоренности, которые были, видимо, в свое время достигнуты, о том, что заводский моторный завод с апреля месяца до апреля месяца обслуживает город своей котельной, а после обслуживать отказывается. Так? Не будет. Вот, и вы говорите о том, что два года нам нужно еще для того, чтобы перегруппироваться и выбрать какой-то вариант, что мы делаем с заводом системы теплоснабжения. В связи с этим два вопроса. Вопрос первый. Все-таки, зная попытку заводского моторного завода в 2014 году обанкротить тепловодоканал, который не удалось, в конце концов была ликвидирована эта попытка. Кроме этого, на тепловодоканал было уже в прошлом году подано заявление в арбитражный суд о кашении задолженности, а это практически предванкротное состояние, фиксация предванкротного состояния, обанкротиться можно за пять минут в таких условиях, когда такое соглашение действует. Есть ли у вас уверенность, во-первых, первый вопрос, есть ли у вас уверенность в том, что в апреле месяца не будет отключения тепла, и какие гарантии предоставляет заводский моторный завод, в письменном виде, в устном виде, в какой форме это предоставлено. И второе. Если все-таки такие договоренности будут достигнуты, то не кажется ли вам, что состояние оборудования и самой котельной, заводской, оно сегодня таково, что мы два года не протянем? Нештатные ситуации на объектах теплоснабжения, они могут проходить, к большому сожалению, могут проходить, вне зависимости иногда даже от состояния оборудования. Это может быть и заводской брак, это может быть и уже физический износ. Что касается конкретного случая, но да, был случай, когда вышло из строя оборудование, связанное было с эксплуатацией сети. К сожалению, это происходит. И здесь есть механизм компенсации этого всего через перерасчет, своевременно оформленный, возможно, скажем так, учесть и не оплатить тот период, когда был предоставлен некачественный услуг. Это бывает, к большому сожалению. Что касается муниципально-унитарного предприятия и, скажем, дальнейшего пути развития и взаимодействия с Заводским моторным заводом. Ну, начну, наверное, с того, что с второго или с третьего дня моей работы в должности главы администрации района мы регулярно встречались и с Алексеем Рустамовичем Курбанаевым, и с Оксаной Николаевной Жестковой, где этот вопрос, и с Александром Константиновичем Пинским, где этот вопрос мы обсуждали не единожды. То есть было и есть понимание того, что в соответствии со 190-м федеральным законом о теплоснабжении источник теплоснабжения может известить о своих намерениях об отключении отопления и органы местного самоуправления администрации должна принять решение, каким же образом будет обеспечено теплоснабжение населённого пункта. Вот в апреле месяце как раз истекает тот, период, три года, когда это письмо, извещение, оно было направлено в администрацию. Понимая это, мы неоднократно собирались, неоднократно обсуждали различные варианты, каким путём пойти за Волжью для обеспечения теплоснабжения, и я ни одного раза не видел сомнения от руководства ЗМЗ о том, что этот срок не будет продлён. Мы обращались письменно в адрес исполнительного директора заводского моторного завода с этим вопросом, получили ответ о том, что это возможно, это будет выполнено, но конкретного срока, на какой период, мы в настоящее время ещё не получили. Но однозначно есть понимание, что это продление будет. Я во всяком случае надеюсь на это. Что касается банкротства МУП ТВК, то мне кажется, что здесь опасения, они преувеличены в той части, что задолженность 60 миллионов рублей, ну плюс-минус 5-7 миллионов рублей в ту сторону, это не та задолженность, которую МУП ТВК может не погасить. То есть, если бы это было, допустим, полуторагодовалая или годовалая задолженность, тогда это было бы значительно сложно. Мы точно так же знаем, что у МУП ТВК есть дебиторы, с которыми они должны работать и возвращать эту задолженность. Во всяком случае, эта ситуация, она находится под контролем, и Оксана Николаевна контролирует этот вопрос, и я лично, скажем так, общаюсь и с директором МУП и ТВК, и МУП тепловых сетей. Решаем вопросы по погашению задолженности за природный газ, за электроэнергию. Вот пока нам это удается. На месте председания Думы рассматривался вопрос о перспективах развития города и которые связаны с городским хозяйством, с теплового канала. Один из вариантов, который рассматривался, была попытка на одном из заседаний Думы рассмотреть вопрос о концессии. Потому что, насколько мы знаем, какой-то внятной, серьезной, проработанной программы развития предприятия теплового канала, к сожалению, пока не предоставлена депутатам бывает. По крайней мере, мы это не увидели на заседаниях и на комиссиях. Рассматривался вопрос по концессии. Если это все-таки будет выбран вариант концессии, а вариантов 100 сурдых нет, все равно нужны инвестиции, да? То алгоритм действий, кто за что должен отвечать? Как-то в один из наших, скажем так, бесед, совещаний, директор муниципального предприятия, точно так же, как и вы, говорите, что же мне делать в отношении нашего дальнейшего развития. Понимаю, что пока в настоящее время мы, скажем так, стопчемся на месте. На что я вам сказал, что занимайся своей работой и делай то, что тебе положено твоей должностной инструкции. А именно, до тех пор, пока тебе не сказали, что вы будете как-то реформированы, либо у вас имущество из вашего муниципального предприятия будет выведено, там, неважно, в какую сторону, да? Вы должны иметь абсолютно четкую инвестиционную программу, в котором будет прописано в соответствии с схемой теплоснабжения, те пути, по которым надо идти. Будь то ваше предприятие, или же придет концессионер, ваша работа, она не будет, скажем так, безрезультатна. И в настоящее время, насколько я это знаю, а я это знаю, ведется такая работа по формированию этой инвестиционной программы. Это первый блок момента, за который директор должен отвечать. То есть, в настоящее время это, пожалуй, один из источников обновления основных фондов развития этой инвестиционной программы. Неважно, это муниципальное предприятие, либо это концессионер, либо кто-то другой, или акционерное общество. Есть инвестиционная программа, есть развитие. Нет инвестиционной программы, значит, нет развития. По делу, эта инвестиционная программа должна была быть сформирована три года назад, когда получили извещение. Но это, скажем так, пройденный этап, об нем ничего не говорит. Второй путь, если вы заговорили о концессиях, так сказать, на самом деле на территории Нижегородской области заключено около десятка концессионных соглашений на теплоснабжение, где-то на комплексное, скажем так, предоставление коммунальных ресурсов, это теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, для того, чтобы решать эту задачу, необходимо, во-первых, представительному органу определить тот орган, который будет рассматривать концессионные предложения. А сейчас законом о концессии такое, это возможно, и, скажем так, могут быть несколько концессионных предложений, которые могут быть рассмотрены. Но, учитывая то, что такой орган еще не определен, допустим, в нашем конкретном случае, то рассмотрение администрации этих концессионных предложений, по мнению прокуратуры, является не совсем с точки зрения закона правильным. И мы имеем предостережение в этом, значит, в этой области о том, что необходимо представительному органу определить, кто будет заниматься рассмотрением вопроса. Пока от настоящего времени он не определен. А почему? Я затрудняюсь ответить, почему. Я думаю, что идет работа с депутатским корпусом, который в конечном итоге и должен определить. Но одно могу сказать, это не может длиться бесконечно. Ремонт моста все-таки несомненно на жизнедеятельность всего района дал не очень, будем так говорить, хороший результат. даже негативный. Наверное, неудобство. Неудобство своего рода. Так вот, обсуждался ли вопрос возмещения каких-то, может быть, материального ущерба нашей территории за то, что эти неудобства причиняет Росгидро? Начнем с того, что исторически сложилось, что вот этот мост и гидротехнические сооружения, они являются неким таким препятствием в проезде с одного берега на другой. И если говорить о предприятии Росгидро, то он является одним из тоже крупнейших плательщиков. И, наверное, говорить о том, что возмещение каких-то затрат моральных или материальных может быть не совсем правильно, ну, не знаю, с моей точки зрения, надо, может быть, с пониманием отнестись к тому, что иногда ремонты, восстановления работоспособности затягиваются и имеют, скажем так, какие-то форс-мажоры. Мы регулярно общаемся и с руководством предприятия, и находим всегда отклик и понимание в части, скажем так, нашего сотрудничества. И здесь хотелось бы сказать, наверное, о том, что в настоящее время завершается работа по возведению той стенки, которая, в общем-то, в какой-то степени и привела к затяжке по времени сдачи объекта, до 1 февраля текущего года эта стенка будет возведена. Там сейчас проводится работа по ее завершению. И в феврале текущего года будет восстановлено, скажем так, двухстороннее движение. Мы будем иметь такую возможность в феврале месяце иметь такую возможность двустороннего движения, но в феврале месяце ремонт в конце февраля, начало марта ремонт будет продолжен. И продолжаться он будет 2017 год целиком. Поэтому и будет он осуществляться в режиме реверсивного движения. Почему так долго? Потому что порядка 250 метров опять предстоит ремонтировать. мне видится, что необходимо с пониманием отнестись к этой проблеме, дождаться нам окончания ремонта, и уже в дальнейшем мы будем иметь нормальное функционирование моста в двухстороннем, скажем так, движении, как это и должно быть. Гражданский район, в вашем числе в стиле в стиле спальных образований будут размещаться участники и зрители чемпионата мира по футболу. Такой вопрос у нас. Какая ведется подготовительная работа к этому ко всему для того, чтобы готовить инфраструктуру? Ну да, на самом деле мы вошли в состав тех районов, которые будут участвовать в большей части в приемке гостей в том, чтобы популяризировать наш город, нашу область и страну, если это говорить об участниках из других стран. И это очень приятно и замечательно. Если говорить об непосредственно нашем участии, то это участие в размещении гостей чемпионата мира на нашей территории, соответственно, организация туристических маршрутов, организация досуга в части проживания. И наши гостиницы, наши туристические базы в настоящее время проходят процесс аккредитации для того, чтобы соответствовать тому уровню, который должны соответствовать гостиницы и туристические базы для размещения иностранных гостей и, скажем так, гостей из других регионов нашей России. Здесь нашим управлением культуры ведется совместно с Министерством спорта Нижегородской области тесный контакт, контакт в той части, чтобы обеспечить проведение этого категорирования, ну и обеспечить прием в тот момент, когда это будет необходимо. В том году мы впервые на нашей городской земле по нашей инициативе провели первый областной фестиваль поющих журналистов «Струна и вечное пиро», то есть, где не только были номинации поющих журналистов, но и чтение своих стихов. Лена Федорина у нас как раз второе место заняла в этом конкурсе. У нас в том году на этот фестиваль где-то порядка 60 человек приехало, то есть, это журналисты со всей области. И первый блин не оказался комом, получилось очень хорошо, и сейчас и номинации уже новые придумают, вплоть до того типа «Умелых ручек», вот такой. То есть, это получился не только то, что журналисты показали себя и с другой стороны, не только в творчестве как умение писать, но и в другом творчестве сочинять стихи как поющие журналисты, как барды и просто как исполнители. Поэтому, в связи с этим, у нас к вам предложение. Елена Наталья сейчас продолжит на основании чего мы хотим и что вам предложим к стране. Вы знаете, что мы в прошлом году были на двух всероссийских фестивалях, поэтому посмотрели, как это вообще проходит и насколько знаковыми являются для этих территорий эти фестивали. То есть, раньше, например, фестиваль «Моя провинция» был кочующим, он проводился в разных городах России. Но попав в Кострому, вот на какую-то такую благодатную почту, губернатор Костромской, он там по непосредственному встать и журналист, профессиональный, прям буквально уцепился за этот фестиваль, и теперь этот фестиваль является имиджевым для их стран. Мы очень хотим, чтобы фестиваль «Струна и Вечная Перу» стал таким же имиджевым для городецкого района. И мы очень хотим, чтобы вы взяли под свою эгиду этот фестиваль и помогли нам для его организации. Все свои деловые предложения были предложены. Мы готовы заложены и встретиться на 5 лет. Но не хотелось бы, чтобы фестиваль вытказал бедно, потому что мы все понимаем, финансовые проблемы есть всегда, есть у всех. Фестиваль во многом мы проводим за счет редакции «Струна и Вечная Перуга» то есть журналисты проживают все сами. Единственный организационный момент предоставления и включения в дружбе для развлечения вот там уже сокрусовая всех людей, которых нам пришли. Я считаю, вот любая популяризация, любое, так сказать, упоминание с точки зрения городца как не только города с великой славой, так сказать, прошлых побед, прошлых замечательных событий, но и современность должна быть у нас в нашей работе и как, скажем так, это замечательный момент, который я приветствую и буду оказывать всестороннюю помощь для того, чтобы он состоялся. Поэтому мы открыты для наших гостей всегда, а если это еще и творческие люди, которые, скажем так, замечательно оставят след на нашей территории и впечатления городцы увезут с собой в другие регионы России, то я только за. Я думаю, что и коллеги, с которыми я работаю, это поддержат вместе со мной. А если пригласите, то и сам приму участвую. В отношении вокала, конечно, я не сравнюсь, но что-нибудь придумаем. Ведется ли на сегодняшний момент мониторинг деятельности руководителей муниципальных предприятий? Если ведется, то каким образом? Ну, начнем с чего? Осенью, ноябрь, ну, октябрь-ноябрь месяц мы начали так называемые балансовые комиссии, в которых директор муниципального предприятия отчитывается за период, определенный период своей работы. Будь то полгода, как мы рассматривали, в феврале месяце будут отчитываться за полный год 2016-й, где руководитель муниципального предприятия либо муниципального учреждения у нас прошли все и физкультура, и жилищно-коммунальное хозяйство вместе со всеми, скажем так, муниципальными предприятиями, сельскими в том числе, которые показывали не только показатели своей работы предприятия, но и умение, скажем так, владеть вопросом в части экономической, финансовой и, скажем так, трудовой и дисциплины. Вы абсолютно правильно сказали, что у нас все руководители разные. Есть руководители, которые готовы, которые абсолютно четко владеют вопросом и экономики своего предприятия, и работы с должниками, с дебиторами, с кредиторами, умение, скажем так, наладить производственный процесс, а есть и такие, с которыми достаточно тяжело общаться, в той части, что либо он технарь, хороший, так сказать, но с точки зрения экономических вопросов достаточно плохо ориентируется, либо, ну, наоборот, я не видел, кстати. Поэтому мы взяли эту ситуацию на заметку мы имеем вопросы к отдельным руководителям, которые, я надеюсь, исправятся в своих, так сказать, владениях работы предприятия, и в феврале месяце уже будут показательны для того, чтобы решить, с кем мы дальше идем, с кем, наверное, мы будем расставаться. К большому сожалению, муниципальные предприятия вот в том виде, который их задумывали 10 лет назад, они уже изживают себя. И направление федерального правительства и регионального правительства мы очень долго слышим о том, что муниципальные предприятия скоро запретят работать в разных областях предоставления услуг. Это и коммунальные услуги, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. Строится вывод на том, что по ряду субъектов и по ряду предприятий они очень эффективно работают и являются бизнес-единицами, которые сами себя обеспечивают и оказывают услуги высокого качества. А если это происходит, то муниципалитетам в таких предприятиях делать нечего, они сами себя поддерживают, сами себя развивают. Муниципальные предприятия работают только в тех направлениях и в тех полномочиях, которые закреплены 131-м федеральным законом. там конечно есть и тепло водоснабжение и тепло и водоснабжение и водоотведение, но по ряду субъектов есть очень положительная практика и я знаю, что Министерство строительства и ЖКХ федеральное разрабатывали определенные документы, которые бы запретили их эксплуатацию в коммунальной сфере, но пока мы ничего этого не видим. И второй момент важный это бизнес куда приходит? он идет туда, где есть достаточно большой рынок сбыта, где есть скажем так платежеспособное население и города численностью от 50-100 тысяч населения это высокорентабельное производство, где четко бизнес может работать, может развиваться в соответствии там скажем так с тарифной политикой. А если говорить об селе, там где у нас одна скважина, образно говоря, одна водонапорная башня и 100 абонентов, то там это может быть невыгодно и совсем неинтересно бизнесу. Вот именно здесь и как правило и работают муниципальные предприятия, которые в общем-то не совсем может быть предоставляют качество услуг высокого качества, но они там работают. И что с этим делать? Пока ответа от федеральных и региональных наших коллег мы не получаем. Поэтому работаем так, скажем так, как это заведено у нас в настоящее время. А то, что руководители, неважно муниципальные ли это предприятия, либо предприятия, так сказать, коммерческой сферы, он должен быть развит в соответствии с действующим законодательством, с соответствующим подходом менеджмента, это бесспорно. что касается муниципальных предприятий, мы должны это обеспечить и контролировать. В стратегии развития Нагородской области до 2020 года одной из основных целей является эффективная исполнительная власть, среди задач которой разработка и воплощение крупных проектов, направленных на улучшение экономической ситуации в районе и тем самым повышение уровня жизни населения. Для городца, отнесенного к лесопромышленной зоне, определены следующие отрестливые приоритеты. Пищевая промышленность, лесопромышленный комплекс, рекреационный и культурно-исторический туризм, судостроение, сельское хозяйство, малое предпринимательство. По информации о ходе реализации стратегии с 2005 по 2015 год, то есть в течение 10 лет, городецкий район не прозвучал ни в перечне крупных проектов, ни в одном из отраслевых приоритетов района, ни в перечне крупных приоритетных инвестиционных проектов, повлиявших на развитие области, в то время как в них были упомянуты такие территории, как Ватский, Павловский, Борский, Богородский районы. Теперь вопрос, есть ли в районе крупные проекты, значит, вот в одном из отраслевых приоритетов, есть ли то какие, если нет, почему их нет, и ведется ли какая-то работа по разработке таких проектов? Ну, вы знаете, мне кажется, если прозвучал Ватский и Богородский район, да, как район, который привнес своим трудом в Нижегородскую область большой, скажем так, вклад, я нормально отношусь к этим районам, это там замечательные люди работают и дай Бог всего самого наилучшего, то городецкий район в этом направлении, мне кажется, преуспел значительно больше. И с 2006 года, если говорить об городецком районе и там городе Граце, Заволжье, то у нас реализовано столько инвестиционных проектов, что дай Бог нашим соседям это реализовать в следующие, скажем так, пятилетку. А что я имею в виду? Я имею в виду и Фронденберг Политекс, Игл Бургман, Флайк Эндхомель, Леони Рус, Язаки Волга, Шот и так далее, которые, в общем-то, по каким-то причинам, я так понимаю, не прозвучали в том рейтинге. Может быть, это ошибка, может быть, еще что, но это те показатели, которые, в общем-то, оказывают как мне видится влияние на упоминание и определенное рейтингование. Но если говорить об сельском хозяйстве, то Аксентис, это был тоже замечательный проект, который реализован и будет развиваться. это что касается прошлого, если говорить об 2017-м и последующих годах, то мы ведем работу сейчас, если уж я с Аксентиса завершил Аксентисом, то мы ведем сейчас работу по строительству комплекса по выращиванию крупного рогатого скота. Я не хочу сказать, что это у нас уже все в стадии реализации, нет, этому предшествует большая работа, но мы ее ведем. Если говорить об городе Заволжье, то на площадке Заволжского моторного завода реализуется ряд проектов и в рамках выхода из монопрофильности и реализации скажем так непосредственно самого Заволжского моторного завода, мы знаем это расширение производства и там внедрение новых технологий, то есть это та работа, которая реально ведется сейчас в 2017-м году, и в 2016-м году она велась, и в 2015-м и здесь, я думаю, может быть, вопрос к рейтингу. Это вопрос касательно ремонта дорог и благоустройства дворовых территорий. Вот на днях завершился съезд, 16-й съезд партии, где было объявлено, что запускаются несколько новых проектов, в том числе на территории Нижегородской области запускаются четыре новых проекта, вот один из них называется, насколько я знаю, это парки малых городов России, благоустройство дворовых территорий, ремонт сельских клубов и еще школьные автобусы. Вот что у нас будет хорошего в городском районе и требуется ли для реализации этих проектов софинансирование и в какие сроки мы должны принять решение на тему софинансирования, то есть как быстро это нужно все сделать для того, чтобы успеть и получить по максимуму проекта. Начну с чего. мы уже направили в профильное министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области заявку, в которой мы подготовили пять проектов по благоустройству и парков и придомовых территорий в городе Заволжье и в городе Городце. Мы еще не получили окончательного подтверждения, понимаем, что пять проектов это достаточно много, наверняка нас там где-то поправят, где-то что-то урежут, но мы готовы с этим работать и у нас есть понимание, что хотя бы в двух мы примем участие. Это что касается проекта, который идет через Министерство Энергетики и ЖКХ. Что касается города Заволжья, по проекту Моногорода у нас планируется ремонт автодороги центральной в городе Заволжье. Оксана Николаевна меня поправит. как улица Пирогова, в которой мы тоже надеемся, что мы примем участие и есть все основания считать, что так оно и будет. Вы правильно сказали по поводу парка, где по-моему куратором этого проекта является Владимир Панов. Да. Да. Вот. Мы уже сегодня проговорили по этому поводу. И если наши парки в Министерстве энергетики и ЖКХ не пройдут по каким-то причинам, то мы обязательно с ними заявимся в ту программу. А может быть заявимся параллельно и туда и сюда. Вот приблизительно так.